Дорогие зрители и подписчики моего канала, хочу рассказать, как сделать вот такую удивительную открытку, антистресс, залипательную. Можно долго наблюдать, как это приятно смотреть, как крутится, кувыркается сердечко. Вы с такой открыткой, конечно, с таким подарком будете в центре внимания. Все у вас будут спрашивать, а как же сделать такую открытку. А делать-то очень просто, надо только две монетки и пуговку. А представьте, друзья, если вместо сердечка приклеить, например, самолетик, а вокруг оформить как небо. И получится, что самолет делает фигуры воздушного пилотажа крутые. Или прикрепить сюда не сердечко, а синий листик. И получится, что листик осенний кружится в воздухе. Или, например, сделать клоуна. Сюда прикрепить. Получится, что клоун кувыркается, а вокруг оформить как цирк. Друзья, я сама долго не могу уже оторваться от этой открытки. Подарок великолепный. Сейчас я расскажу, как его делать. Здравствуйте, друзья! Вы смотрите творческий канал Ольги Мишиной. И я хочу рассказать, как сделать вот такую необычную открытку-антистресс. Как их еще называют, залипательную открытку, движущую открытку. Которая наверняка удивит ваших друзей. Посмотрите, как красиво перекатывается сердечко. Хочу вам порекомендовать канал Валяшки. Творческий канал с поделками на все случаи жизни. И такой же великолепный, как и Валяшки, канал Хобби Маркет. Я дам эти каналы в ссылках под видео. А теперь давайте делать эту замечательную открытку. Для такой красивой открытки нам потребуется картон любого цвета. У меня белого формата А5. Тоже другой цветной картон. Циркуль. Ножницы. Двухсторонний скотч. Две монетки по 50 копеек. Маленькая пуговичка. Клей момент. И любая цветная бумага. У меня вот золотая бумага. Вы можете любую взять. Красную бумагу. Значит, из белого картона, сразу предупреждаю, он должен быть очень-очень плотный, этот картон. У меня это обратная сторона календаря. Вырезаем... Не вырезаем, извините, а очерчиваем дугу в свободном виде. Ставим циркуль примерно посредине, посредине, иголочку циркуля. И рисуем дугу. Оставляя наверху место и внизу место. Вот смотрите, друзья, что важно. Потому что я два раза делала эту открытку. Первый раз у меня не получилось. Я взяла монетки по 50 копеек. По 10 копеек у меня не получилось. Муж сказал, что слишком легкая монетка. Но может не из-за этого. И что она под своей тяжестью, поэтому плохо перемещается. Диаметр этой монетки 19 миллиметров примерно. У вас могут быть другие монетки, больше или меньше. Пуговичка маленькая. У меня ее диаметр 11 миллиметров. А дорожку мы будем вырезать шириной, дугу шириной 13 миллиметров. То есть дорожка больше на 2 миллиметра, чем диаметр пуговицы. А само колесико, которое с 50 копеечной монетой, еще больше. Вы это поймете почему. Но у вас могут быть свои размеры. Самое главное, чтобы диаметр ширина дорожки не была меньше диаметра пуговички. У меня так первый раз было. Я испугалась широко вырезать. И просто пуговичка вот так, когда катилась, она застревала в этой дорожке. Значит, откладываем, как я себе наметила, 13 миллиметров. И из этого же центра окружности рисуем вторую дугу. Так, это я стояла. Сейчас я сяду поудобнее. У меня подложена вот такая стеклянная основа, доска. И мы начинаем вырезать. Очень не спеша, сильно нажимая на нож и медленно надо вести. И вырезаем. У нас получилась вот такая дорожка, по которой будет катиться наша пуговка. Вот, она меньше по диаметру. Теперь займемся механизмом. Берем монетки нашим колесиком. Сейчас я, наверное, что-то подложу, а то слишком яркие фоны, плохо видно. Берем монетку. Капаем клеем. Ой, извините, друзья. Ставим пуговичку посрединке ровно. Так, берем другую монетку. Также сверху приклеиваем. Ждем, пока высохнет. Вырезаем из любой цветной бумаги сердечко. У меня было еще вот такое пластиковое красивое сердечко, второе. Но можно вырезать два сердечка. Одно побольше, другое поменьше. Из любой бумаги. И это сердечко приклеиваем на наше колесико. Точно так же. Я обрезала края фигурными ножницами, просто чтобы было покрасивее. Вы можете этого не делать. И прежде чем собирать полностью нашу открытку, можно проверить наш механизм. Вы это можете сделать на каком-нибудь наброске сначала. Хорошо ли вы вырезали, правильного ли размера вырезали дугу. Вот мы вставили наше колесико. И вот мы видим, как хорошо поворачивается, крутится наше сердечко в разные стороны. Механизм работает отлично. Помните, да, что ширина должна быть... Сейчас я вынимаю. Ширина дорожки должна быть больше, чем диаметр вашей пуговички. А монетка еще больше. Теперь нам потребуется скотч. Вот такой двойной. Не двойной, двухсторонний и пухлый. Я его в два раза складываю, чтобы он был очень пухлый. Как бы, чтобы была толщина. И обклеиваю. Значит, когда вы будете обклеивать вот этот периметр нашей открыточки, смотрите, чтобы близко не заходило к дорожке. А то тогда колесико не сможет двигаться. Ну вот я обклеиваю. Вот так. Вот я приклеила скотч. Берем другой цветной картон. И приклеиваем. Вот эту часть обрезаем. Открытку хорошо бы украсить. Можно, конечно, написать что-то. Я вот решила еще одно такое сердечко взять и написать. Ну, как бы, I love you. Все это понимают. Приклеить другим цветом. Сейчас приклеим. Можно взять какие-то наклейки с цветами или с мультяшными героями. Можно взять палетки или блестки. Я вот фикс прайс покупала. И тоже украсить. Можно просто разрисовать эту сторону, вот эту часть открытки, до того, как ее приклеивать. Открытку я украсила. Мне показалось, что такой забавный Микки Маус может поздравить с днем рождения. Или выразить свою любовь. Вставляем механизм наш, колесико. Сейчас я его вставлю. Во, вставила. Так. И вот можно. Это открытка антистресс. Колесико, сердечко перекатывается. В разном положении. Красиво крутится. Открытка блестящая, яркая. И я думаю, такой необычный подарок очень понравится вашему другу или любимому человеку. Друзья, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Продолжение следует... Продолжение следует...